Здравствуйте, мои дорогие! Мужчина, который о вас вспоминает. Он скучает о вас, он думает о вас, вспоминает, тоскует. Будем смотреть, что из этих ярко выраженных эмоций будет присутствовать. Мужчина, который о вас думает, тоскует и скучает. Есть ли такой мужчина? Так, есть такой мужчина. Вот он. Не зря мы начали расклад. Я прямо чувствовала, что эта тема должна быть, и вот взяла её как раз. Тоскует мужчина, некий пентаклевый король, сидит на своём троне с пентаклем в руке. Что это значит? Есть у него то, что его держит в том месте, где он находится. Это может быть материальное что-то, это может быть, например. Ну, в принципе, по сути всё, наверное, да, материальное это и работа, и бизнес, и семья, может быть, да, может быть, не знаю, дом. Думаю, в общем, есть то, что его держит. Или действительно доходы какие-то, трон его. Так, ну, по тем картам, которые выходят, громкие карты вышли, конечно же. У него в жизни всё хорошо. Он этот человек, который в жизни менять ничего не будет. Вот ради вас, если что, то не будет, если вы не его королева. Но меня настораживает вот эта ситуация. Она насторожила меня почему? Потому что по этой карте я вижу, что есть третье лицо, которое тоже заинтересовано в этом мужчине. Если вы главная особа для него, то есть третья какая-то. Если вы не есть главный, то вы тогда вот та самая третья. А кто для него? Кто у него ещё есть? Хорошо, окей. Что это значит? Кто там есть у него ещё? Кроме вас. Вот кроме вас. Кроме вас. Кроме вас. Есть кто-то ещё? Тоже он там, третье такое. Работает человек. Кто там третье? Слушайте, не показывает. Хотя вот явно видно вот по вот этим двум картам, что он будто бы привязан к чему-то. Ему там не нравится. Не нравится, да? Человек работает много, человек старается обеспечить как-то себе больше, чем сейчас. Старается над этим, набирается как-то сил, думает больше о том, как возможно в будущем успеть больше. И ещё я вижу, что он будто бы что-то рушит в своей жизни. А что он рушит? То, что его давит, то, что его раздавило уже полностью. Рушит. Ну это любовь какая-то. Он пытается защититься. Что он по отношению к вам чувствует? Хотела короткий, но я думаю, что коротенький будет. Что по отношению к вам проявиться хочет? Дать нечего, пообещать нечего. Ни ресурса, ни материи никакой, ни материального ресурса, ни духовного ресурса по сути нет, что предложить. Но проявиться хотел бы. Он вспоминает вас очень часто, о вас. У него воскрешаются, знаете, как чувства, например, да, которые он испытывал к вам. Ну есть такой мужчина, короче, здесь сразу показали. Вспоминает и тоскует. Почему вот... Ну смотрите, кому интересно, могу дальше смотреть, да? То есть ответ на вопрос получен. Давайте посмотрим, ну вот он тоскует. А есть ли будущее у ваших с ним счастливых отношений? Вот есть ли такое будущее? Раз, два, три. Ну, Луна сразу сказала, что сомнительное здесь будущее. Здесь есть возможность помощи, если мужчина умеет помогать. Если здесь наоборот со всем, ну значит здесь наоборот со всем, да? То есть, возможно, мужчина получает помощь от вас, кто его знает. Ну вот этот элемент, он может вас держать, связывать, да? То есть, например, если у него есть что-то, что он мог бы вам предложить, и, ну, помощь в чём-то, поддержку в чём-то, может быть, продвижение в чём-то, да? То это тогда может вас соединять. И, ну, довольно сложная здесь такая, знаете, энергетически насыщенная, тяжёлая вот какая-то энергетика здесь, тяжёлая энергетика у этих отношений. И также и в обратную сторону, если вам есть что предложить ему, да, то и вы к этому нормально относитесь, то вот тогда, да, тоже отношения могут держаться на этом. Могут ли более что-то интересное? Ну, как видим, может ли что-то более интересное быть? Нет. У него вот свой мир, да, в котором он живёт, это всё, это вот как благополучно завершить, подумайте. Либо если оно благополучно завершилось, тогда вам стоит задуматься, нужно ли возвращать. Если же это ваш супруг, понимаете как? Здесь очень сложно удержать свою целостность. И когда вы пытаетесь целостно себя ощущать, вам почему-то кажется, что на вас навешали очень много всяких дел, обязанностей. Вы перегружаетесь очень сильно в этих отношениях. Можно ли сохранить, если это брак у вас с таким мужчиной? Если же будете легко ко всему относиться, он вас будет любить. Если будете легко относиться ко всему. К его отлучаниям, отлучкам, не знаю, как это ещё назвать. Потому что он довольно-таки, ну, такая креативная творческая личность. Где-то не совсем уж глобально, но вот на каком-то первом уровне человек развивается. Вы немножко креативнее может подходить тогда. Но это если вы хотите сохранить вот это всё добро. С этим человеком нужна твёрдая рука, ясный ум. Чувствовать себя всегда в победительницах. Не обижаться и уметь варьировать ситуации. Уметь так лавировать, что мужчина не понял, где, какая вы. То есть тут такая хитрая, хитрая лисица, магическая лиса может с ним справиться. И, по сути, если этого надо, конечно. Человек, а так, в принципе, да. Вот можно сказать, что, да, домашний. Он никогда не денется туда, где не будет тепло, уютно, классно. Дома не ждёт сытый обед или то, что он любит. В общем, что-то в этом роде. Если вы ему это устроите, будет. Да, будет. Но через какой-то конфликт. Через конфликт. Вам совет. Вот кто бы вы ни были, кто бы вы ни были в этой ситуации, вам совет. Шестёрка. Ну, будьте победительницей в своей жизни. Вам совет. Больше обращайте внимание не на те вещи, которые вас радуют, а не на те вещи, не дай бог, да, которые радуют мужчину. В данной ситуации, в данном случае, это важнее. Это важнее. Но мудрость Верховной Жрицы никто не отменял. Если у вас есть какой-то интерес, и вы чётко чувствуете, что вам нужно это, да, вот позиция с этим человеком, то вы можете сделать всё, чтобы этот человек был рядышком с вами и делал то, что вы хотите. Вот так вот тут ещё говорят. Тут есть завязка на том, что то, что его сильно держит за горло, он, конечно же, готов отпустить. Главное, не пережать. Вот если кто-то из женщин будет сильно давить на горло, он, конечно, уйдёт. Вот, но это прям очень сильное давление должно быть. А так послушный, как пёс, если воспитать правильно. Боже, вот такая какая-то, ну, что вам сказать? Вот, и идёт ещё эта карта. Ещё любить будет. Он может быть вот разным, видите? Ну что ж, кому-то, значит, надо было это услышать, кому-то интересен был этот расклад. Дорогие мои, я буду заканчивать. Я хочу видеть вас ещё на следующих видео, и на следующих видео вы можете написать какие-то темы, которые будут интересны, наверное, всем. Подумайте, вот, такие с интересным, может быть, сюжетом, интересного направления, а не только, ну, то, что конкретно вот ваше, да, узконаправленное вас интересует. Вот оно всегда должно быть как-то интересно, точечно, с одной стороны, а с другой стороны всеохватывающе. Вот, и я, конечно же, выберу ту тему, которая больше всего подойдёт. Будем смотреть. Спасибо вам, мои хорошие. Благодарю вас за ваши лайки, за добрые слова, которые пишите мне в комментариях. Благодарю за вашу поддержку, за финансовую поддержку. И пускай вам вселенная в разы больше одаривает, да, чем вы даже сюда вот приносите то добро. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok